Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на этой минуте расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Три раза с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Тяжелое оружие при этом не применяли. Как рассказали в Министерстве обороны, потери в рядах защитников Украины в результате обстрелов нет. В течение часа оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Тарамчука. Наши защитники вели адекватный огонь из дежурных огневых средств. Уже утром противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Гнутова. Один украинский военнослужащий ранен за минувшие сутки на Донбассе. Окупанты шесть раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины, применили запрещенное минскими соглашениями оружие. Из минометов боевики били вблизи Новотошковского. На Приазовье оккупанты обстреливали защитников Чермылыка, Водянова и Лебединского из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. По данным украинской разведки, за минувшие сутки один российский наемник уничтожен, двое ранены. Дело Эмиля Курбединова. Суд оккупированного Симферополя объявил перерыв для принятия решения. Его задержали накануне за пост в Фейсбуке пятилетней давности, который якобы содержит экстремистскую символику. Из журналистов в суд пустили только представители российских телеканалов. Возле здания суда собрались десятки крымчан, чтобы поддержать Курбединова. Защитники требуют провести повторную экспертизу доказательств обвинения. Они считают неправомерным повторное возбуждение статьи по уже закрытому делу. За пост Курбединова задерживали в 2017 году. Кроме того, согласно украинскому законодательству, подобная символика не являлась запрещенной и не несла общественной опасности. «Правонарушение, которое вменяет Эмилию, оно может быть совершено только в форме прямого умысла. То есть лицо должно было осознавать, что он совершает что-либо противоправное и желать совершения этих противоправных поступков. Те посты датируются октябрем 2013 года, размещенные в Крыму. То есть в то время, когда на территории Крыма де юра и де факто действовали законы Украины. По законам Украины Хизбут-Тахрир Аль-Ислами не является какой-то запрещенной или террористической организацией». Эмиль Курбединов, крымско-татарский адвокат, который занимается делами политзаключенных, защищал в судах Владимира Балуха, Эльмиумерова, Ахтема Чуйгоза и десятки крымчан, попавших под репрессии оккупационной власти Крыма. Курбединов считает, что его задержание основано на абсурде, и не признает обвинения в экстремизме. Он отметил, что причиной преследования является его правозащитная деятельность, помощь политическим узникам и участие в деле украинских моряков, захваченных Россией 25 ноября возле Керченского пролива. Более 140 судов стоят в Керченском проливе в ожидании прохода в Азовское море. Об этом ЮЭТВ рассказал пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, Российская Федерация не пропускает именно те корабли, которые направляются в украинские порты. Их проверку затягивают российские силовики, в то время как суда, следующие в российские порты, проходят без проблем. Мы видим, что те иностранные суда, которые следуют в российские порты в Азовском море, беспрепятственно проходят Керченским проливом, который незаконно аннексировала Россия. А украинские корабли вынуждены долгое время простаивать. Их потом пропускают, но после очень долгих пауз. Всего за минувшие сутки в украинские порты зашли для погрузки или разгрузки 8 иностранных кораблей. Вести санкции против России за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. С таким предложением Министерство иностранных дел Литвы обратилось к коллегам из Министерства внутренних дел, сообщается на сайте ведомства. Санкционный список предлагает включить людей, которые участвовали в атаке на украинские суда и экипаж, а также военное руководство РФ, которое ответственно за нее. В тексте отмечается, такие действия являются грубым нарушением международного права и серьезной угрозой всемирной и литовской национальной безопасности. Президент Литвы Даля Грибаускает и сегодня с однодневным визитом в Киеве. Ее коллега Петр Порошенко вручил Орден Свободы за выдающийся вклад в укрепление отношений и защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры государств обсудили агрессию России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива и подписали дорожную карту развития стратегического партнерства между странами на следующие два года. Первоочередным вопросом для нас, безусловно, остается общий и скоординированный отпор российской агрессии. Я очень благодарен литовской стороне, лично президенту, за решительное осуждение акта агрессии Российской Федерации в Черном море, когда российские оккупанты неспровоцированно использовали огнестрельное оружие. Второй украинский женский конгресс проходит в Киеве. В этом году он собрал около 800 участников и 70 топ-спикеров. Среди главных тем – вопросы гендерной политики в Украине. Впервые в конгрессе принимают участие два президента – Литвы, Даля Грибовская и Украины Петр Порошенко. Корреспондент JTV Юлия Башко. Там находится коллега «Добрый день». Какие темы, кроме гендерного равенства, будут обсуждаться? Добрый день, Тимофей. На самом деле тем много, но все они сводятся к одной. Это гендерное неравенство, равные права для женщин и мужчин. Также будет посвящено ряд панелей и неравенству политики. Так, например, в украинском парламенте всего 49 женщин, тогда как в парламенте 450 депутатов. О неравенстве политики говорила сегодня уполномоченная президента по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Герасченко. Она заявила, что это неравенство необходимо исправлять. Также, по ее словам, на сегодня Украина занимает 61 место среди 144 стран по гендерному разрыву. И наибольший такой разрыв также отмечается и в миротворческих миссиях. По словам Ирины Герасченко, за пять лет российской агрессии больше всего от войны пострадали именно женщины. По ее словам, около полтора тысячи остались вдовами и более двух тысяч детей остались сиротами. Также в первой половине дня Конгресса, первая панель была посвящена неравенству политики, этот вопрос также перешел и в вопрос обсуждения по поводу военной агрессии и ситуации в Керченском проливе. И по словам Ирины Герасченко, на сегодня Украина требует немедленного доступа к раненым морякам в Москве. Мы настаиваем на немедленном доступе, особенно к раненым, среди которых один из четырех в тяжелом состоянии. Настаиваем на доступе международных врачей, в частности представителей Комитета Международного Красного Креста. Потому что доверия, к словам Уполномоченной Российской Федерации по правам человека, у нас очень мало. Представитель США Лаура Купер, заместитель министра обороны, также выступила в первой части Конгресса. Она заявила о том, что США будет продолжать и настаивать на санкциях против России. Также по ее словам США требуют немедленного освобождения всех пленных моряков. И представители Европарламента, которые также имели возможность выступить сегодня на женском конгрессе, заявили о том, что санкции против России будут увеличены. Я предлагаю послушать. Мы сейчас просим о дополнительных санкциях из-за инцидента в Керченском проливе. И мы просим государства быть едиными в возобновлении нынешних санкций. И во второй половине дня сегодня участие в женском конгрессе примут впервые два президента. Это президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайта. Ожидается, что они выступят на конгрессе в 14.30 по киевскому времени. Коллега, на этом у меня пока все. Спасибо, коллега. Держи руку на пульсе. На прямой связи со студией была корреспондент ЮТВ Юлия Башко. Сегодня в Киеве проходит второй украинский женский конгресс. В нем в ближайшее время примут участие президенты Украины и Литвы. Рождественскую елку зажгли перед зданием конгресса в Вашингтоне. Дерево привезли из штата Орегон. По традиции гирлянды включают в спикер палаты представителей и ученик из штата, откуда прибыла рождественское дерево. Чтобы определить ученика, в школах Орегона провели конкурс эссе. Его победительница Бриджит Харрингтон удостоилась чести зажечь праздничное дерево. Мы празднуем Рождество год за годом, и почему-то это никогда не становится чем-то менее особенным. Это время чуда и веры. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов, поэтому не переключайте. И до встречи.